МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понравился почтовый ящик, и он решил избавиться от него. В минувшие выходные в дежурную часть полиции поступило сообщение о наезде на ограждение. Как позже выяснилось, неизвестный водитель, ехавший по улице Кочетова, не справился с управлением и въехал сначала в ограждение, а после снес почтовый ящик здания Почты России. Гореводитель после происшествия сразу сбежал. Машину дорожные полицейские эвакуировали, водителя нашли на следующие сутки. Им оказался 26-летний житель города Чедан, ранее лишенный водительского удостоверения за пьяную езду. Срок лишения прав у молодого человека закончился. Водительское удостоверение он еще не успел получить, но от старых привычек не отказался. Теперь ему грозят многочисленные штрафы и возмещение ущерба имущества. О том, какие выкрутасы вытворяют водителям маршрутных такси, говорить нечего. Те, кто хоть иногда пользуются этим общественным транспортом, в курсе ситуации. Маршрутчики хамят, нарушают правила дорожного движения, разговаривают по телефону во время езды. Все это параллельно с постоянным перестраиванием в потоке. Видя о том, что водитель маршрутного такси грубо нарушает правила дорожного движения, попало в социальные сети. На кадрах видно, как маршрутчик едет на запрещенный сигнал светофора. Более того, чтобы объехать поток машин, он выезжает на встречную полосу. Благодаря бдительным гражданам, госавтоинспекция Кызыла нашла данное маршрутное такси. Общественным транспортом управлял 30-летний житель Кызыла, не имея при этом прав управления транспортным средством. Кроме того, он осуществлял перевозку пассажиров без лицензии. За так называемую гонку газелист провел несколько суток в спецприемнике, не говоря уже о штрафах. Также материалы по данному делу направлены в территориальный отдел Государственного автодорожного надзора. Ну а мы, в свою очередь, надеемся, что это происшествие станет уроком не только для конкретного человека, а для всех пассажироперевозчиков. За прошедшую неделю с 16 по 22 декабря сотрудниками ГИБДД на территории города Кызыла задержано 29 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Среди нетрезвых водителей одна женщина. Седина в бороду без в ребро. Водителя белой иномарки инспекторы ДПС заметили на улице Магистральная. Мужчина, подходя к своей машине, очень сильно шатался. Дорожных полицейских он заметил лишь приблизившись, а на требование об остановке не отреагировал. Попытка сбежать не увенчалась успехом. Более того, горе-водитель на высокой скорости наехал на железное ограждение, а после сбил светофор. Но и это не испугало лихача. Свернув саю на Курсиде, он попытался скрыться на одном из перекрестков улицы Комсомольская. Только вот машина после наезда на ограждение и светофор сильно пострадала и просто заглохла. При задержании любителя быстрой езды стало очевидно, что мужчина, кроме быстрой скорости, любит пропустить стакан другой за рулем. Даже больше мужчина был сильно пьян, что и показал результат медосвидетельствования. Показывает 0,83 мг на литр, то есть установленное состояние алкогольного опьянения. Отметим, что при 0,5 промилле водитель не может правильно определить расстояние. Также при изменении условий освещения ухудшается возможность глаз приспосабливаться к этому. Ослабляется восприятие красного света, снижаются возможности реагирования и ослабляется внимание. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Сотрудники полиции в рамках операции «Правопорядок» провели рейды на территории Барунхемчикского района. Во время рейдовых мероприятий были задействованы 42 сотрудника полиции. Территорию Барунхемчикского района полицейские поделили на зоны, в которых проводили работу группы, состоящие из сотрудников различных подразделений. Всего в дежурную часть было доставлено 26 граждан, из них шестеро несовершеннолетних, которые находились в общественном месте после 22 часов без сопровождения взрослых. Также в ходе профилактического мероприятия полицейскими были проверены подъезды, чердаки, подвалы, заброшенные здания, сооружения и котельные помещения. Проверены киоски и магазины, в ходе которых выявлены факты незаконной реализации алкогольной продукции. Так, рейдовой группой с адреса жительницы села Козылмажалок выявлен факт реализации незаконной спиртосодержащей продукции. Всего было изъято около 8 литров. Также в целях предупреждения пресечения правонарушений полицейские провели профилактические беседы на чабанских стоянках, расположенных на территории села Козылмажалок, Барлык, Шекпер, Дон Терзин, Барунхемчикского района. Сотрудниками полиции на посту было проверено 27 транспортных средств, в отношении которых было составлено 4 административных протокола. Для стабилизации оперативной обстановки на территории Барунхемчикского района мероприятия будут продолжены. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на ютуб-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. С наступающим. До свидания. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok